Жители Сухой Самарки почти на сутки остались без воды. Накануне из кранов перестала течь холодная, а через полчаса и горячая вода. Уже с утра во дворах образовались огромные очереди к бойлерам. В причинных и последствиях коммунального коллапса разбирались наши корреспонденты. Кололи воды нет, горячей тоже воды нет. Это утро для Ирины Калишенковой началось не с завтрака, а с похода за водой. В семье двое детей, а тут ни помыться, ни еду приготовить. Холодной воды у нас нет уже больше суток, а горячей воды нет, наверное, с часов 5-6 вечера вчерашнего дня. Никак не были подготовлены, если бы подготовили, хотя бы набрали воду в емкости, в ванную, поэтому все были в неведении. Вот с утра я наблюдала, когда будет вода в Сухой Самарке, вот сейчас организовали подвоз воды. Плохая примета про женщину с пустыми ведрами этим утром на Сухой Самарке работает. Таких здесь каждый второй, кто с маленькими детьми, кто целыми семьями. Все стоят в очередях. Никаких объявлений об отключении воды не было, возмущаются люди. Управляющие компании ничего конкретного нашей съемочной группе сказать не смогли. Только сообщили, идут плановые ремонтные работы. Ситуацию прояснили самарские коммунальные системы. Плановые работы были, меняли задвижки. И просто вот после работы ночью закончили. И как бригада добралась, было много пробок в Препхово-Востралии. Как бригада добралась, так вот вернули воду просто с задержкой. Местные жители подтвердили, водоснабжение в поселке на данный момент восстановлено. Ольга Молчкова, Екатерина Алексеева, Александр Дудко. Новости губернии.